Друзья, приветствую всех! Сегодня будет очень крутое видео о деньгах. Я вам расскажу, как хранить деньги. Покажу, где я конкретно храню деньги. Видите, я вот здесь уже все подготовил. Расскажу, ребята, все на своем примере. Поделюсь очень крутыми лайфхаками. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что, ну, таких роликов на ютубе нет. Вы хрен найдете вот на ютубе вот такой вот ролик, где все конкретно по полочкам вам расскажут. Итак, переходим к кэшу. Первые деньги, которые у меня есть, да, это кэш, это неприкасаемый запас. Ребята, вот по поводу этой шкатулки, кто не смотрел предыдущие видео, обязательно посмотрите. Я его оставлю в описании. Я оставлю его где-то вот здесь, наверное, сверху. Итак, переходим к шкатулке. Вот эта ниша, так сказать, отвечает за неприкасаемый запас. Итак, в чем я храню деньги? В чем я храню наличку? Да, это только, вы знаете, доллары, евро и фунт. Неприкасаемый запас – это всегда кэш, который должен быть у вас всегда дома. Итак, я все достал. Смотрите, сколько здесь нужно иметь денег. Ребята, все для каждого абсолютно индивидуально. Вот я нарастил свой неприкасаемый запас до 20 тысяч долларов и на этом остановился. Для меня это комфортная сумма. Все зависит от человека, от того, где вы работаете. Ну, от всего зависит. От того, какой вы человек, от того, какая у вас жизнь. Вот смотрите, я долларовый миллионер. И вот комфортная сумма для меня – это 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов. Здесь есть еще и слитки. Об этом всем я рассказывал в прошлом видео. Также, видите, у меня есть часть в слитках. Обязательно, ребята, посмотрите прошлый ролик. Итак, сейчас очень важный момент. Вы меня спрашиваете, для чего вот эти деньги, если, по сути, я эти деньги не трачу, эти деньги обесцениваются. По сути, эти деньги на черный день. Эти деньги для непредвиденных обстоятельств. Но у меня совершенно другая философия. Я вот эту философию доношу ребятам из закрытого канала. Как у меня написано вот в закрытом канале, я объяснил это так. Эти деньги для того, чтобы не было черных дней, эти деньги для того, чтобы не было непредвиденных обстоятельств – это ваша подушка безопасности. Это ваша уверенность. Эти деньги – это ваше спокойствие, ребята. Вот когда у меня есть эти деньги, они всегда со мной, да? У меня никогда не бывает непредвиденных обстоятельств. Никогда. И вот, ребята, за все те года, в которых я владел вот этим неприкасаемым запасом, ну, он у меня рос, да? Сколько это лет? Ну, лет, наверное, пять, может быть, больше. У меня никогда не было непредвиденных обстоятельств, да? Потому что я спокоен, да? Ну, это работает на подсознательном уровне. Когда ты знаешь, да, что у тебя есть подушка безопасности, ты спокоен. И ты на подсознательном уровне не притягиваешь в свою жизнь вот какую-то дичь, понимаете? И поэтому у вас все хорошо, да, эти деньги обесцениваются, но это того стоит. Это того стоит для вашего спокойствия, для вашего душевного спокойствия, так сказать. Но если у вас вот этого запаса нет, в жизни случается так, что вы вляпываетесь, да, в какую-то херню. Я часто, ребята, такое видел, да, когда там ребята попадают на большие деньги, а запаса нет. А неприкасаемого запаса нет, денег нет. Попадают ребята на деньги, там нужны деньги на операцию, и все. И приходится залазить в долги, приходится там что-то ценное продавать, приходится там брать кредиты. Так вот, чтобы в такую херню не попадать, нужно всегда иметь подушку безопасности. Нужно всегда иметь неприкасаемый запас. У вас может быть своя сумма, понятное дело. У вас может быть там 500 долларов, у кого-то вот там 10 тысяч долларов. То есть смотрите по своему финансовому состоянию. Еще раз, я долларовый миллионер, и вот для меня двадцатки достаточно. Пока для меня двадцатки достаточно. Давайте пересчитаем. Так, смотрите, у меня машинка Advantik. Да, я ее раньше хвалил. Короче, это, ребята, самая ужасная машинка. Я ее носил в ремонт. Короче, если хотите купить такую, не покупайте. Потому что она считает деньги, потом выбивает, и нужно заново, нужно заново все время. Я отнес ее в ремонт, перенастроил, но все равно она выбивает. Вот у меня сейчас стоит, видите, на 200 купюр. Я, кстати, точно не знаю, сколько здесь денег. Может быть больше 20. Нажимаем старт. Ну вот, видите, и все заново. И все заново, видите. Давайте, короче, поставим 100, потому что до 200 я не дойду. Я чувствую, я не дойду до 200. И так. Ровно, видите, да, 20 тысяч долларов. Все. 20 тысяч долларов – это мой неприкасаемый запас. Еще раз, ребята, это только доллары, евро, ни в коем случае ни рубли, ни гривны. Забудьте о нашей валюте. Все, забудьте о ней навсегда. Если у вас и есть сбережения, да, вот в кэше, это только вот доллары, там, евро, фунты. Но вот не наша вот эта вот гичь, особенно, да, неприкасаемый запас держать в нашей валюте, ну, он с такой скоростью будет таять. За лет 10, не знаю, вот с этих денег ничего у вас не останется. Ну, и все деньги, которые вот приходят, вот, и инвестиции, да, они уходят на инвестиции. Видите, вот сколько здесь насобиралось пока на текущий момент. А 20-ка, 20-ка всегда, ребята, со мной. Итак, ребята, с кэшем закончили, теперь переходим к крипте. Крипта у меня в трех местах. Первое место, это вот такой вот кошелек, леджер. Вот так вот, давайте я вам покажу. Недавно его себе приобрел. Второе место, это оригинальные кошельки, я уже их показывал в одном видео, покажу еще раз. И третье место, это биржа. Это биржа, это биржа Binance или, как правильно, Binance. Итак, по порядочку. Купил я себе вот такой вот кошелек, леджер Nano X. Скажу вам так, мне не сильно нравится вот этот вот метод, потому что, ну, он, как по мне, не сильно безопасный. Здесь 24 слова, и мне не нравится это. Мне очень сильно это не нравится, потому что, если у тебя украдут эти слова, у тебя заберут всю крипту. Да. И здесь нет пароля. Это вот такой вот бред, почему нельзя фразу кодовую защитить паролем. Я этого до сих пор не понимаю. Короче, здесь нет пароля, здесь есть только слова. И то эти слова тебе дают, они сами, да, идет генерация. То есть, нельзя самому слова, да, придумать. Нет. Короче, какой лайфхак? Поделюсь с вами лайфхаком. Что сделал я? Я одно слово со списка исключил и выучил его. И вот теперь у меня эта фраза записана, да, в разных местах она у меня записана, и в электронном виде, и на бумаге, но там нет этого слова. Да, и только я знаю, какое это слово, где это слово стоит и что это за слово. Вот я выучил одно слово. Теперь второе место. Это оригинальные кошельки. Вот, биткоин я храню вот здесь, видите, кошелек Bitcoin Core и Litecoin Core. И вот здесь у меня NEM, видите, кошелек NEM Wallet и Edogecoin Core. Как по мне, это самые крутые кошельки. Это самые крутые кошельки и это самое безопасное место для хранения биткоина. Это оригинальный кошелек. Оригинальный кошелек Bitcoin Core. Ребята, это мое мнение. У меня биток здесь, на оригинальном кошельке Bitcoin Core. Правда, он занимает 150 гигов, не помню. Он очень много весит, и поэтому у меня для этого отдельный компьютер. Этот кошелек я защитил паролем. Этот пароль у меня только в голове. Его у меня нигде не записано, вообще ни в одном месте. Он всегда со мной, этот пароль, в голове. Также, ребята, и вот с этими кошельками. Поэтому оригинальные кошельки, да, это самое безопасное место. Это вот такое мое мнение. И биржа, биржа для крипты Binance. Давайте перейдем в браузер. Смотрите, ребята, пока мы пользуемся только этой биржей, да. Возможно, в будущем я буду заходить и на другие биржи. Первая, кстати, моя биржа, это Bitfinex, да. Но сейчас мы пользуемся самой-самой топовой мировой биржей. Кстати, по моей ссылке, вот вы видите, да, вы сможете получить пожизненную скидку на комиссии в 20%. Не все блогеры дают эту скидку, не все. Я даю, пользуйтесь на здоровье. Ребята, это максимальная скидка, максимальная скидка. Ссылка в описании, Bitlu Binance. Даже если вы там в другом месте регистрируетесь, обязательно смотрите, чтобы вот была фраза «Вы получаете скидку на комиссии 20%». И чтобы был вот реферальный ID. Это очень важно. Потому что если вы перейдете просто на Binance.com, да, там этой скидки не будет. Короче, по моей ссылке вы сможете получить скидку. Вот, кстати, если перейти по ссылке Binance.com, да, по оригинальной ссылке, видите, здесь скидки никакой не будет. Теперь, ребята, очень важный сейчас будет момент. Слушайте меня сейчас внимательно. На бирже мы не храним все деньги. Мы не храним всю крипту. Это очень-очень важно. Основная часть это у нас вот на кошельке и на оригинальных кошельках. Мы основную крипту не храним здесь. То есть ту крипту, которую вы планируете не продавать, например, тот же Bitcoin, которую вы планируете там держать десятки лет, мы ее, ребята, здесь не храним. Почему? Потому что биржа, да, биржа – это компания. А компания, да, ну, у компании есть риски. Если у компании начинаются проблемы, начнутся проблемы и с вашими деньгами, да, потому что на компанию много кто влияет, там какие-то регуляторы, и если они, ну, возьмут компанию за горло, потребуют там какие-то документы, да, деньги заморозят. Вам не дадут вот так вот просто взять и забрать деньги. Будут требовать кучу документов. Ребята, я через все это проходил. Проходил. И поэтому вот все деньги прям заливать на Binance, конечно же, я не рекомендую. Ребята, вы сами видите, да, что вот государству крипта мешает. И вот государство будет, да, закручивать гайки. Потому что что такое крипта? Ну, это неподтвержденные деньги, да. Ты можешь сколько угодно завести, сколько угодно вывести. Никто ничего не знает, и для государства это невыгодно. Поэтому, пожалуйста, ребята, будьте с этим осторожным. Короче, я вас предупредил. У меня у самого, да, у самого на Binance у меня, ну, давайте я сейчас вам покажу скрин. Вот, 45 тысяч долларов, да, у меня на бирже Binance. Вот, 45 тысяч долларов я храню на бирже Binance. Остальные деньги у меня на оригинальных кошельках и на Ledger. Так, друзья, еще один важный лайфхак по поводу безопасности. Я обещал, что буду делиться лайфхаками. Вот об этом почему-то никто не рассказывает. Смотрите, как себя обезопасить. Вот на этом устройстве у вас, да, куча денег, да. И вы ходите, да, с этими деньгами, да. Смотрите, я с этого устройства, да, вот оно всегда при мне. Я могу только посмотреть, сколько у меня крипты. Но я не могу эту крипту отсюда отправить. Не могу. Я могу зайти, да, и посмотреть. СМС ко мне приходит на другое устройство. Подтверждение у меня на другом устройстве. Которого, да, у меня с собой никогда нет. Понимаете? То есть, вот этот вот телефон, это просто устройство для просмотра. Но отсюда я крипту не могу никому переслать. Вот, это очень важно. Так что тоже советую вам так сделать. Теперь, ребята, переходим к брокерам. Покажу вам, где я храню акции. Итак, смотрите. Первый брокер это Interactive Brokers. Смотрите, ребята, вы можете иметь на одном брокере несколько счетов. Вот у меня открыт счет на компанию. Можно здесь открывать семейные счета. Все ссылки я оставлю в описании. Ссылки на все кошельки оригинальные я тоже оставлю в описании. И второй мой брокер это брокер Freedom Finance. Через этого брокера я участвую в IPO. Здесь вы можете посмотреть, да, сколько я заработал на IPO. Вот мой счет, да, сколько денег сейчас у меня на счету. Также вот ребята из закрытого канала могут подключиться к моему счету, да, так сказать. И следить за моими позициями в режиме реального времени. Ссылка на этого брокера тоже в описании. Bitlu TraderNet. Приложение называется TraderNet. И сайт называется TraderNet. Вот так вот выглядит это приложение на iPhone. И вот так вот выглядит приложение Interactive Brokers. Еще, ребята, чуть не забыл. У меня есть парочку слитков серебра. Вот такие вот слитки. Швейцарские слитки. Вот этот вот слиток весит 1 килограмм. Ну, знаете, серебро неудобное. Оно тяжелое. Вот этот слиток стоит где-то 730-740 долларов. В нем, конечно же, хранить деньги очень-очень неудобно. Именно в серебре, в таких вот слитках, в золоте, конечно же, будет поудобнее. Где покупать, ребята, вот такие вот слитки? Многие меня спрашивают, где купить? Только в банках. Только в банках, потому что вот они будут нормальные, запечатанные. Продают и не запечатанные, но они продают их дешевле. Только в банках самых топовых банках вашей страны. В Украине это PrivatBank. В России это, наверное, будет Сбербанк, да? В самых топовых банках у них есть лицензии. И у них, понятное дело, будут нормальные слитки, а не какие-то там барыжные слитки. Золото, вот эти вот слитки я купил в банке, ребята. И вот эти вот все деньги, ребята, это 1-2-3% от вашего капитала. То есть вы должны обязательно иметь при себе 1-2% от своего капитала. Тут кажется, да, что вот у меня много денег, да, но здесь немного денег, потому что, да, у меня большой капитал. Я уже повторял, что если ваш капитал там 100 тысяч долларов, хранить тысячу-две тысячи долларов дома, это нормально. Итак, ребята, на этом буду прощаться. Денюшки мы прячем. Золотишко, золотишко мы тоже прячем. Все ссылки, еще раз напоминаю, в описании. Вот такую вот шкатулку, где ее заказать? Я вам оставлю сайт, нет, я вам скажу сайт, это Google. Пишите, заказать шкатулку и ваш город, ребята. И поверьте, вы там найдете, вы охренеете, вы там найдете реально, где заказать шкатулку. Это вот чудо-сайт, который мне вот помогает на протяжении, не знаю, всей жизни. Кому интересно, добавляйтесь в закрытый канал, вторая ссылка в описании. Там я рассказываю и показываю намного больше, конечно же, чем на YouTube. Там я делюсь своим опытом, там вы сможете посмотреть, где конкретно сколько у меня денег, в каких активах у меня деньги. Мой закрытый канал, это своего рода и менторство, да. Вот, в открытом канале вы можете следить за моими заработками, также там финансовая грамотность. Также я делюсь этими фишками в Инсте, тоже подписывайтесь, все ссылки в описании. Все, ребята, прощаюсь, всех люблю, целую. Всем больших денег, финансовой грамотности. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok